добрый день я решил снять сериал будет он выходить по сериям называю его письма управляющего без воды четко по делу с чего начинают управляющий как он выбирает инструменты какие стратегии он использует для чего он это делает то есть просто пошаговая инструкция которая будет выходить очень короткими сериями не так первое естественно рассказывать я буду о себе других серьезных управляющих я за последние 20 лет не встречал первое управляющий выбирает компанию естественно из графика как компания попадает в график человек берет на любом общедоступном ресурсе скринер поставить туда свои условия из скринера выбирает десятка два компаний пошел щелкать по тикером щелкнул по тикеру увидел график и за несколько секунд буквально это доли секунды профессиональный управляющий понимает живой этот график или неживой первое что вы должны понять как выглядит живой график вот пример живого графика то есть есть четкие движения движения очень сильные движения хорошие то есть движение должны быть не просто там волатильными или еще какими-то движения должны быть такими на которых можно заработать и не сразу управляющий включает какие-то там секретные индикаторы чтобы посмотреть где и как соответствует ли жизнь системе шаблон не соответствует этот график достаточно понять где находится исторический минимум и ты начинаешь анализировать почему данная компания в этот исторический минимум пришла да здесь мы видим что компания допустим может наблюдаться какое-то время в ней вообще не будет никаких абсолютно сделок то есть первую сделку управляющий сделает только там дождавшись посмотрев он проанализирует компанию он проанализирует конкурентов этой компании самых ближайших ну и весь сектор целом то есть выбирается компания как правило заходится на сайт компании начинаешь изучать бизнес этот компании сила управляющего в том чтобы изучать эту информацию очень быстро почему быстро потому что если ты будешь зависать часами и анализировать информацию и мозг твой может быть не свеж а может быть просто не умен то ты потратишь огромное количество времени а так как у тебя в управлении там допустим достаточно большое количество на инструментов то ты просто не будешь как это сказать быть в теме ты не будешь успевать от одной компании переходить другой делать анализ те понадобятся куча работников которые стоят средств которые нифига делать не будут потому что хочешь проводить задание перепоручи его кого-нибудь другому поэтому тебе нужно очень очень быстро изучать бизнес и вести бизнес если ты допустим в этой компании занимаешься много лет те конечно проще ты уже знаешь где какие были дополнительные выпуски акций где были какие-то обратные сплиты что происходило с этой компанией возможно она там раз 30 лет банкротилась твои истории уже хорошо знаешь ты уже понимаешь как работает менеджмент компании какие у них цели но первичное ознакомление естественно идется из официальных источников то есть допустим компания которая занимается перевозками нужно просто проанализировать ее флот то есть чем этот плод занимается что он переводит где-то он переводит нефть где-то он переводит перевозит продукты да то есть как правило компании которые занимаются перевозками жидких нефти продуктов различных а где-то возможные газовых то есть данная допустим компания может иметь флот не Не только там нефтяное или еще какое-то, но какие-то компании имеют и газовые. Ты смотришь по отраслям, на чем они больше зарабатывают, на чем они меньше. Ну и здесь, естественно, эти компании не так сложно анализировать. Они зависят от ренты. То есть в этих компаниях достаточно смотреть, как изменяется рента и под какую ренту, где что у них заключены, какие договора. Естественно, смотришь, чем они готовы хвастаться, то есть берешь всякие презентации, их просматриваешь, пролистываешь, чем они хвастаются, чем они считают, что они лучше конкурентов. Затем, естественно, переходишь к основному разделу, куда они обязаны выкладывать все изменения, происходящие в финансовой сфере. Также никогда не пропускаешь ни даты отсечки дивидендов, ни выходы квартальных отчетов, уж тем более каких-нибудь годовых отчетов. Естественно, смотришь, что они зарабатывают, как они зарабатывают, на чем они зарабатывают, куда они двигаются, как они развиваются, какие суда сокращают, какие суда наращивают. Смотришь по рынку в целом, ну то есть поглощаешь огромное количество информации, во всем этом поглощении тобой информации есть один важный момент. Чем быстрее и правильнее ты ее понимаешь, тем это сильнее отразится на твоих результатах. То есть мгновенно читаешь все эти отчеты, заходишь в баланс, смотришь цифры, смотришь, какая выручка у компании, что они имеют, сколько у них денег, как это к предыдущим периодам относится. Естественно, смотришь динамику, там за последние 5-7 лет, а лучше 10. Смотришь, сколько стоит их суда, сколько они имеют, как они выплачивают дивиденды, почему они повышают или почему они их, эти дивиденды сокращают. Смотришь их долговую базу, чего они там должны и каково, естественно, equity, которое полагается акционерам, какая разница между их, грубо говоря, имуществом и их долгами. И все это и есть та цена, которую в данный момент получают акционеры. Естественно, это плавающая величина, потому что они, грубо говоря, цена то вверх, то вниз ходит и тебе нужно эту компанию в какой-то определенный момент купить. И когда ты уже делаешь первый вход, только после этого начинаются стратегии, методики, системы. После того, как ты проанализировал, прибыль не прибыль, что-то распределяют, куда движутся, зачем они движутся. Какие вот у них танкеры, где эти чартеры, сколько этот чартер весит у них, какая у них выручка, какие у них затраты. Потому что есть компании, у них, допустим, хорошие контракты, большая выручка, допустим, на танкер, но у них по этим танкерам и затраты какие-нибудь высокие. Есть компании, которые ежегодно модернизируют, улучшают, у которых более современные суда, у них просто затраты ниже. Они могут выходить на рынки, демпинговать за более низкие контракты, заключать перевозки, потому что они будут иметь прибыль, а своих конкурентов они уничтожат, которые не могут опуститься ниже своих затрат. То есть все это вы должны понимать, все это должны анализировать. Если у вас в блоке не только компании, перевозки, есть контейнерные перевозки, другие транспортные компании, есть производители чего-то, есть производители, добытчики угля, есть добытчики газов, то вы должны освоить все эти, не только балансы, но и примерно все эти отрасли, понимать где что, для чего они покупают, продают, кто их контрактует, то есть почему выбрана компания, потому что у одной компании может быть на 5-6 лет все суда зафрахтованы, а у другой весь фрах заканчивается в ближайшие полгода и перспективы дальнейшего заключения, допустим, по судам у них достаточно проблемные. То есть все это вы должны знать, анализировать и только после этого вы должны уже понимать, купите вы компанию, не купите, на каком вы уровне компанию купите, где вы грубо говоря эту компанию будете продавать и почему вы здесь покупаете, потому что здесь исторический минимум это условное дно, если пойдет ниже, то с широким шагом делаете набор компании, вы понимаете ниже каких пресловутых цен она не должна идти, ну и тем более вы понимаете куда эта компания должна уйти, где должен быть ее примерно рост, какие вы цели знаете, и вы на каждую сделку уже можете, допустим, закладывать достаточную прибыль. Ну здесь вот уже порядка, наверное, 25% прибыль в долларах за достаточно короткий срок, допустим, на сделку, да, но это не забирается, потому что цели другие. И тут сформирован будет свой канал, свои движения, и когда все уже будет сформировано, то позиция уже, это будет наращиваться. Всего доброго, спасибо за внимание. Коротко не получилось.